Ну что я хочу сказать. Вот только несколько дней, как мы вернулись из округов, встречались с избирателями. И на каждой встрече нам задавались вообще конкретные вопросы. А есть ли в нашей России вообще правоохранительная система? Почему нужно украсть миллиарды, чтобы в конце концов проснулись наши следственные органы? Поэтому сегодня у нас планируется порядки обсуждения. Правительственный час на следующую весеннюю сессию. И наша фракция предлагает в начале февраля рассмотреть вопрос этот с приглашением генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Следственного комитета и руководителя Федеральной службы безопасности. Мы должны знать ответы на те вопросы, которые задают нам простые граждане. И следить этих вопросов такие. Почему можно за мешок картошки мужика арестовать и посадить в тюрьму даже до суда? А эти дамы из Министерства обороны сегодня находятся под домашним арестом. Более того, еще и домоработницам сегодня прикрепили. Почему можно в этой ситуации выходить из мест лишения свободы до суда? Меняется мера пресечения в отношении с Метанкиной. Это понятно всем сегодня, что сегодня будет делаться все для того, чтобы запутать следствие, чтобы вызвать много противоречий. А потом в суде, возможно, эти противоречия уже будут неразрешимы. Это уход от уголовной ответственности фактически. Вот и еще нас интересует вопрос о том, а что сегодня делается в отношении награбленного? Арестовано ли имущество тех, в отношении которых предъявлено обвинение? А будет ли оно возвращено государству? Или это вопрос, как всегда, повиснет в Туне? Поэтому вот эти вопросы мы сегодня планируем поднимать и считаем, что нужно делать такую встречу с представителями правоохранительных органов именно в феврале месяце. Предлагается сделать это в конце апреля, при том пригласить только двух высоких должностных лиц. Генерального прокурора и представителя Следственного комитета. Но вопросы оперативного вскрытия преступлений и хищения – это компетенция других органов. Это компетенция Министерства внутренних дел и органов безопасности России. Поэтому мы считаем, что нужно более широко обсуждать эту проблему. Ну и скажу два слова о том, о чем сегодня много говорится. В частности, обвиняются депутаты в том, что мы собираемся запретить вывоз или усыновление российских детей в Соединенных Штатах Америки. Ну, они и так на поток туда у нас идут. 80% детей, которые усыновляются, усыновляются американцами. Для кого секрет в России сегодня, что это грязный бизнес, что это не просто альтруизм, а за это платятся деньги, созданы целые посреднические структуры, которые на этом нажимаются. И когда я слушаю, как сегодня, так скажем, вся либеральная наша интеллигенция обеспокоилась судьбой сирот в России, я каждый раз думаю, какие же деньги вот эти структуры заплатили тем, кто сегодня так озаботился вывозом детей из России. Или наоборот, так скажем, пытается сделать это, поставить на поток. Скажу еще вам буквально две вещи, что мы сегодня торгуем природными ресурсами и знамениты тем, что вывозим их по всему миру. Мы сегодня знамениты тем, что торгуем детьми и вывозим их за рубеж. Не пора ли в этом во всем остановиться? Поэтому наша фракция приняла решение голосовать за поправку, которая позволит в этой ситуации этот поток прекратить. Вы знаете о том, что я была тем депутатом, который отставил вопрос и ранее, это не сегодня возникла моя позиция в связи с вот этим законопроектом по делу Магнитского. Нет, это позиция моя, она озвучивалась и ранее. Мы должны делать все для того, чтобы внутри России создавались условия, и наши дети могли нормально жить здесь. Это наш нравственный долг как депутатов, как вообще всей общественности, а не торопиться их куда-то за рубеж отдать.